всем здравствуйте с вами на связи и я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим расклад который предложила дарья я периодически когда выкладываю посты в разделе сообщества на канале я прошу о том чтобы мне предлагали оригинальные такие веселые юморные расклады потому что в принципе это часть моей натуры я люблю повеселиться я люблю шуточки вот и немножко свою серьезность и серьезность канала разбавить его дарья предложила такой расклад который кто-то из вас ждал называется он как называется мой корабль и кто я на нем капитан юнга матрос или пассажир я если честно энергии которые вкладываю в этот расклад они такие достаточно легкие веселые и вот я не думаю опять-таки я предполагаю карты всегда рассказываю что-то свое я не предлагаю что это рассказывает обратно углубление какой-то серьезность нет для меня важно вот как развлечение вот но опять таки я это я карты это карты посмотрим что они нам сегодня расскажет так как обычно первая позиция вторая и третья голубенькие красненькие зелененькие камешек вы уже привыкли тайм-коды есть в описании к видео и также в описании к видео есть любая необходимая для вас информация касательно моих услуг и мои контакты так надеюсь микрофон окей настроились я с вами вы со мной блин микрофон крутится надеюсь звук будет нормальный не хочет быть в неподвижном состоянии так уже кому-то не терпится хорошо давайте приступим откладываем это эти камешки позиция номер один голубенький камешек что будем смотреть ну сразу с вопроса как называется ваш корабль а потом посмотрим кто вы на нем то есть немножечко о вашем корабле что нам покажут карты о вашем корабле что это за корабль корабль вашей души до сразу прям показали рыцарь кубков мир и четверка кубков корабль вашей души ваш корабль это душевное состояние это все что связано с вашими эмоциями все что связано с вашим настроем ваш король корабль он такой мягкий вы плавные спокойные без каких-либо знаете таких как же называется какие-то особых потрясений да вот я не вижу чтобы ваш корабль был каким-то там не знаю с новшествами какими-то супер технологиями такой знаете просто нормальный простой но при этом добротный плотный практичный почему-то мне идет парусник но материал именно дерево это не железо именно дерево вот главное почему именно дерево а не железо потому что должно быть комфортно потому что должно быть тепло потому что должно быть уютно вот душевное состояние для вас оно очень важно то есть это не просто так как бы это ваша основа если для кого-то какие-то другие ценности то вот для вас ваше состояние она очень очень важно наверняка вы достаточно такой ранимый человек и поэтому так с трепетом бережно охраняйте то что называется с вашей душой вам очень нравится душевные за беседы вот за чашечкой кофе чаем кому-то нравится бывать на природе вот просто знаете наслаждаться вот дышать свежим воздухом вот вам очень нравится этот хруст горения от полена вот я вижу знаете костер разожгли и сосна либо я не знаю я в деревьях не разбираюсь но какой-то вот запах древесина чем-то напоминает мужские духи и может быть это кедр может быть это ну прям какое-то вот дерево мужское дерево и обычно мужские духи вот на этой основе делают я не могу вам описать описать то что не знаю но есть древесина да и вот когда костер горит мне здесь показывают вот это дерево хруст да хруст и вот ощущение что вы находитесь где-то в лесу до вечером разожгли костер тепло и вот это вот состояние волшебства состояние магии состояние вот знаете какое-то чудо произойдет но не чудо что-то я взмахну волшебной палочкой и появится единорог да либо дракон какой-то нет не в этом контексте а вот в контексте состояние что все так волшебно что вот ну это просто нереально это так хорошо это вот прям хорошо бы чтобы это вот все все время вот так было вот это вот очень очень важное для вас ценное состояние и вы на природе единение аркан мира нам показывает здесь не только расширение ваших границ а вот именно вот этого чувства когда вы не дома а именно на природе и знаете как это выражение мы с собой одной крови да как могли ты и я вот вы выходите на природу не случайно я сказала костер видимо вот стихия огня она для вас на данный момент актуально может быть в приоритете у вас воздух но вот сейчас очень актуально вот это вот стихия огня она очень ярко выражена у вас и вот зарождение каких-то новых идей зарождение ощущений огонь в контексте жизни понимания жизни вот какая-то мудрость и вот это вот единение совсем с природой я как будто бы часть всего это не я отдельно а все другие отдельно да и какое-то разделение а вот я где-то я часть как животное где-то я моя часть природы здесь как будто бы знаете вы состоите из одновременно во всех временах то есть и прошлое и и прошлое и будущее и вы находите момент здесь и сейчас а здесь ваше какое-то прошлое воплощение здесь вы были животным здесь вы были птицы здесь вы были камнем здесь вы были еще что-то такое ощущение что все это собралось воедино и это стало вы и вот вы находитесь на природе и куда бы вы не посмотрели вы являетесь частью то есть вот вот вы смотрите на дерево и вы понимаете что это не дерево а это вот часть вас вот это вот ваш корабль это ваше видение мира это ваш внутренний мир это как вы его воспринимаете то есть через эту призму вы смотрите на внешний мир на на жизнь и вот это вот единение до единение с богом понимание того как устроен весь этот мир он в какой-то момент дает вам знаете такой прилив энергии и расширение вашей границы вы как будто бы смотрите то чтобы иначе на мир а сейчас как 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 это вот описать это как будто бы вы смотрите на мир и одновременно мир смотрит на вас и вы вот эти вот два взгляда столкнулись и вы друг друга понимаете то есть вы одновременно являетесь и миром и собой и появляется какое-то новое понятие да как как третий как наблюдатель когда вы видите и себя вы видите мир который смотрит на вас и вы одновременно видите вот этих двух то есть вот это вот какое-то единство и и это ваша основа это ваше состояние это ваш корабль ваши взгляды ваши ценности убеждения это все исходит из из этой картинки из этого понимания четверка кубков нам говорит о том что вашем корабле на данный момент есть новые какие-то возможности которые вам предлагаются но вы пока не хотите их брать потому что вам не нужно потому что то в чем вы находитесь сейчас вас это удовлетворяет вам достаточно то есть вот что-то новое что вам предлагают это пока лишнее почему потому что во первых нет готовности принять нету емкости принять что-то новое и потом она вам не нужно такое ощущение что вот у меня есть на сейчас все что мне необходимо и моя задача получать удовольствие наслаждение от того что у меня есть сейчас такое чувство что вы никогда не получали удовольствие в моменте я не говорю то что вы как-то бегали зачем-то вновь все время догоняли будущее либо все время возвращались прошлое я просто говорю у вас не было такого опыта когда вы живете в моменте здесь и сейчас и вот просыпаетесь и вас все удовлетворяет это не про то что у меня нет желания я не стремлюсь ни к чему нет это есть но вот именно словить себя в моменте когда знаете принимаете теплый душ горячий душ кто как любит и вот в этот момент просто наслаждаясь то что есть вода есть вода дома в древние времена такого не было да надо было притащить эту воду с колодца либо с реки ну то есть а тут все есть вот это вот осознание что у тебя есть сейчас намного больше чем было у древних и вот и появляется вот это вот блаженство удовольствие вот такое чувство что вы сейчас открыли в своей жизни слово блаженство слово наслаждение и поэтому ничего нового вам пока не нужно но это временное состояние потому что вы кайфуете от того что есть и вот это вот ваш корабль да на данный момент мы всегда смотрим в разрезе здесь и сейчас как можно назвать ваш корабль да прекрасно вот вот это будет задание наверное для вас по первой позиции назовите пожалуйста из этого описания что я вам даю сами потому что здесь я уж не сильно но смысл заключается в том что вот ваша чистота чистота души она одновременно ваша сила чистота ваших помыслов здесь знаете суть чем заключается что раньше когда вы думали намного лучше других людях когда вы думали намного лучше вообще о мире в котором вы живете это причиняла вам боль почему потому что это была иллюзия вы не хотели как будто бы видеть обратную сторону да вы не хотели видеть более жесткий мир в котором мы живем более реалистичные неприятные дискомфортный и поэтому вы входили в какую-то утопию рисовали для себя этот мир и делали его лучше визуально здесь была иллюзия сейчас поменялось ваше восприятие в контексте того что вы также смотрите на этот мир он также вам кажется прекрасным идеальным но при этом вы уже принимаете что есть и теневой аспект и вас это уже не напрягает то есть раньше вы как будто бы темные стороны не обращали внимание на теневые да и не принимали эту сторону и вам было некомфортно вы хотели как-то вот улучшить да как-то очистить обелить людей поступки действия неважно то есть не было этого принятия вам вы вот это вот темное отказывались от него а сейчас вы также верите но при этом и принимаете что есть темная сторона и вы уже не хотите как-то улучшить изменять почему потому что вы понимаете что она несет какую-то свою функцию в ней есть своя прелесть есть вот такое чувство что константа осталось таким как есть да то есть исходники остались такими как есть а вот ваше видение опять-таки вроде бы оно такое как и было так как были чистые намерения чистые побуждения не так и остались но при этом вы уже принимаете внешний мир то есть уже нету такого вот я хочу что-то улучшить что-то не работает что-то сломалось прекрасно все здорово завтра послезавтра починю и все нормально уже нет этих переживаний уже нет этих волнений как будто бы знаете вот проще вы стали относиться к жизни что ли не то что вы закрываете еще расскажу здесь нет иллюзии здесь нет амана вы не закрываете глаза на то что например там кран где-то течет вот а я делаю вид что не происходит не отечет ну окей я вызову мастер придет через два дня через два дня замотаю и всю эту трубу пускай она не капает не временно а потом все решим то есть вот такое знаете более простое более может быть это какой-то степени наивное детское отношение но она вам комфортно понимаете у меня такое чувство что вам дышать легче и вот этот вот ваш корабль он очень сильный он мощный то есть здесь вот как будто бы знаете какая-то защита не знаю почему хочешь сказать родовая какая-то защита стоит на вашем корабле его не пробить он сильный то есть вы как внешне так и внутренней сильный человек но при этом когда вы захотите и доверитесь другим людям они смогут увидеть вот эту вот детскость красоту доверчивость искренность вот все самые наилучшие приятные добродетели которые существуют вот в ребенке чистым не не испорченным они есть вас и это удивительно поэтому ваш корабль он внешне он очень сильный он мощный такого знаете вот ощущение что вот под какие под какой-то броней под какой-то защитой но не защиты от мира а защиты только в том случае ну то есть к вам не пробиться тем людям которым не нужно то ли это фильтр какой-то стоит то ли здесь броня то есть вы смотрите на мир вы его видите мир вас не видит не все а вот некоторые люди они не могут то есть такое ощущение что вот только как будто бы калитка изнутри открывается мне почему-то идет вот этот ноев ковчаг вот поэтому я сказала наверное там и животные и все вот вот это вот вот это ваш корабль если можно назвать одним словом то есть всем есть место всем все хватает да это не как сказать ним уже мой не не богатство такое да вот этот шик лоск но при этом в этом и есть нечто какое-то вот волшебное какое-то что-то такое уютное но представьте на одном корабле есть абсолютно все животные насекомые растения все что есть все птицы но это необычно вот это вот ваш корабль вот это вот ваш мир не знаю насколько я смогла передать вы уж в комментариях напишите по первой позиции как бы вы назвали свой корабль кто вы на нем капитан юнга матрос или пассажир давайте попробую это увидеть для меня вообще это расклад какой-то такой необычный даже не знаю что смотреть но все равно ну вы очень значимый человек на своем корабле сейчас однозначно вы не матрос и однозначно вы не юнга остается вопрос капитан ли вы и либо пассажир да почему одного что выпало три великих аркана великие арканы не выпадают на простых людей да то есть вот очень значимы у вас в раскладе очень много великих арканов вы не простой человек ну то есть не не случайно человек с огромным опытом человек с огромным жизненным опытом с испытаниями много познавший много видевший и я не говорю здесь про образование потому что это вообще никак не важно но ваша мудрость такая знаете вот житейское ощущение того что есть здесь еще отшельник выпал я бы сказала что вы как этот старец который много много чего познал вот энергия здесь идет такая достаточно зрелая она не старая важный момент она молодая но она зрелая с пониманием с принятием с колоссальным источником любви изобилия вот все эти энергии они так красиво переплетаются одна в другую у нее такой звук этот звуки здесь такие как вот на на арфе играют прям не знаю почему-то мне здесь как этот друиды может быть кому-то нравится вот этот пантеон да и скандинавские страны как какое-то вот предпочтение но здесь почему-то мне идет лес вот это вот энергия леса энергия цветов деревьев вот это вот мудрость да в контексте именно природы насколько мудра и древна не знаю такое слово есть древняя природа вот настолько возраст в вашей душе вот если так можно сказать и так кто вы на вашем этом корабле да ну во первых вы знающий человек знающий почему потому что выпадает верховная жрица и иерофант да ну то есть два представители высших сил одна говорит о тайных а сокрытых а сокровенных знаниях о космических знаниях об энергиях древних а другой говорит как раз таки иерофант как проводник всех этих энергий на земле плюс ко всему во времени да то есть эта традиция это передача этой информации то есть вы не случайный человек вы проводник вы причем по луне человек здесь знаете ведущий понимающий психику и структуры души человек который взаимодействует с природой человек который живет по лунному циклу вы даже может это с не осознавать но вот фазы луны они для вас важны вот как-то влияют на вас на ваше состояние да вот эти изменения перемены любые циклические состояния они у вас присутствует я не могу сказать капитан вы либо пассажир вы сами скажете по ощущениям мне больше знаете больше идет скорее всего пассажир но не не случайный пассажир хозяин этого корабля то есть вы не капитан но это ваш корабль это ваши вложенные деньги это это ваша собственность да вы как это ну я знаю как у богатов есть там все эти парусники всевозможные да это их собственность но они при этом не являются капитанами да есть люди которые на них работают они просто наслаждаются и плывут вот вы такой человек на этом корабле которая получает колоссальное удовольствие которого манят вот это вот все сакральное сокровенное мистическое невидимое непознанное вот вот это вот все про вас я не говорю здесь что это может быть там психология или какие-то еще науки это не столь важно важно что во первых вы любите ночь вы любите смотреть на звезды кто очень любит смотреть на звезды когда небо звездная прям здесь знаете какой-то вот как бы так описать то вот это вот единение я даже не знаю вот вы смотрите на звезды вот вам кажется что вот это все ну то есть но представьте звездное небо это все есть внутри вас я не знаю как это объяснить вот вы как будто бы смотрите на небо и одновременно вы смотрите что это небо она находится внутри вас и вы как будто бы смотрите внутрь себя с одной стороны куда-то наверх а с другой стороны опять таки это все находится внутри вас я я не могу передать вот это вот единение многогранное потому что одно дело когда я это ощущаю а другое дело когда нету таких слов которые бы могли полностью передать это состояние вот в чем проблема с ощущениями тем более если они вот такие вот высоко вибрационные почему потому что не придумали еще таких слов чтобы я озвучила имя это состояние но я очень надеюсь что энергетические то что я вам говорю не в словах дела а в состоянии которое я вам передаю и рисую эти образы вы понимаете то есть если бы я вас попросила описать его вы точно также не смогли но вы можете это почувствовать вот в чем фишка поэтому добавляем новую категорию к нашему раскладу да что вы хозяин этого корабля очень духовный такой высоковибрационный понимающий магический вот такая вот энергия волшебная притягательная есть энергии харизматичные но они огненные а вот у вас они знаете вот какая-то энергия такая обволакивающая такая вот ну очень мягкая независимо того мужчина вы или женщина манит манит здесь вопрос не про внешность здесь вот как будто бы знаете вы когда знакомитесь с человеком начинаете общаться очень сложно может быть воспроизвести ваши черты лица запомнить но ощущение рядом с вами который испытал человек она не забывается то есть могут пройти много-много лет и человек даже может не помнить вашего имени ваших черт характер лица внешности да как вы выглядите какого цвета у вас глаза но вот это вот ощущение рядом с вами да вот как будто бы я говоря опять таки как в лесу да вот эти вот уже как звали этих дев которые были нимфы вот они манит по-русски туда если нет может сказал погреться не помню как это по-русски если ошиблась по моему нимфы это по-русски иногда у меня бывает такое и я не могу вспомнить на каком языке я разговариваю извиняюсь вот это вот ощущение да что вот это вот прекрасная дева где-то в лесу и она так зовет так манит и ты просто идешь ты не понимаешь для чего ты это делаешь но ты идешь вот вот такая вот у вас энергетика очень такая завуалированная прямо это как этот танец путь под семи завесами до известный танец какая-то вот она танцовщица отцу это одну сбросила да и ты ждешь и когда она уже появится да покажет свое тело красивое а там есть еще занавес есть еще за и вот и вот уже все приклеился ты уже ждешь когда наступит эта кульминация она все никак не происходит вот такая вот у вас энергия очень классная очень приятная она нежная она настоящая но есть какая-то хитринка есть какая-то тайна которую никогда никто и не познает есть что-то такое непознанное внутри вас очень глубокая очень такое знаете наполняющие зовущие запоминающие вот чувство какой-то какой-то вот голос такой мягкий под него можно засыпать под этот голос можно медитировать под этот голос можно как-то расслабляться успокаиваться вот какая-то такая знаете целительная но вы не целитель вы не работаете руками и энергии вы работаете больше словом но от вас исходит вот такая знаете какая-то вот она вроде бы звездная какая-то энергия да какая-то что-то такое далекое не определяющиеся но в то же время такое манка и такое вкусное волшебное что-то знакомое но забытое вот такая вот вас энергетика поэтому наш волшебный корабль здесь был сказочным и плыли мы с вами по каким-то берегам забвения что ли по какой-то молочной реке до 1 корабль этот ковчаг но и он плыл по по какой-то вот молочной реке вот что-то здесь такое вы уж сами придумать вот такой у нас с вами был первый вариант номер два красный камешек как называется а ваш корабль и кто я на нем давайте посмотрим сначала ваш корабль а здесь у меня мужчины вот прям не знаю почему но здесь у меня выпали мужчины вот ваш корабль он напоминает мне клесницу он напоминает мне упряжку в которой есть три три лошади причем они белые 1 белая 1 черная и 1 буря вот эта вот песня до сопровождается этот и уносит меня и уносит меня вот 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 это вот прям ваш корабль да только корабль почему-то как колесница хочется сказать повозка колесница но это не карета нет это вот именно вот что-то такое продолговатая сзади поэтому говорю повозка вот и впереди в упряжке три коня причем вот ваш корабль такой он воздушные то есть это лошади они не по земле идут они воздушные какие-то вот вот по воздуху да то есть здесь ветер здесь вот такая скорость один такой солнечный одна лошадь либо конь нет скорее всего здесь конь на здесь не про лошади лошади женской здесь все-таки мужское здесь скорее всего такие знаете жеребцы но они скакуны вот скакуны вот вот это вот будет правильное слово очень сильные очень мощные больших огромных размеров да вот они скачут по небу почему-то я вижу что они скачут по небу один такой вот солнечные огненные радостные здесь как вы знаете вот как времена года да то есть один как будто бы почему 4 я не знаю хотя это времена года но вот мне кажется тогда что вот один это только начало другой это самый пик и 3 это вот как зарождение угасание да то есть вот какой-то вот такой вот цикл и почему потому что я сразу обращаю внимание на первом коне он такой вот радостный так как молодость может быть это то что описывает вас сейчас потому что мне посвечивается это больше чем остальные два это видимо скорее всего ваш период такой знаете вот нет не зрелости а вот как раз таки вот это вот молодости да такой вот независимо от возраста жизни наполненные когда все интересно когда есть радость когда можно повеселиться когда можно реализовывать свои желания когда можно путешествовать как когда можно где-то пошутить посмеяться праздник устроить себе где есть веселье где есть счастье где есть радость где тепло вот вот это вот ваша фаза либо на данный момент либо вообще период который вы сейчас проходите да но вы еще не дошли до 2 скокуна который вот прям в самом рассвете да то есть человек который чего-то достиг вот и если первый это вот белый на какой-то скокун то вот второй он наверное рыжий будет ну такой вот бурый огненный последний он черный но такой красивый но это вот с с переливами и вот этот вот ваш корабль тире колесница несется по небу вот и и как то так интересно вообще мне показывает пойди разберись смысл то есть чисто символично здесь показывают что они вроде бы у каждого есть своя задача есть свое направление но они как то вместе могут передвигаться то есть не такого как в басне на щука рак и лебедь а именно вроде бы каждый по-разному каждого своя задача но они как-то вот передвигаются все в одном направлении все еще что мне здесь покажут ну прекрасно появился еще один конь вот ваш корабль да если говорить допустим о задачи то как раз к научиться управлять научиться управлять вот этими всеми скокунами вот почему меня показали наверное что они абсолютно разные да здесь есть воздух здесь есть короче здесь четыре стихи показали мне и умение управлять то есть правильный в правильном процентном соотношении уметь управлять вот этими одинаковыми силами то есть эти силы у вас ну конечно же преобладает сейчас огненная но остальные то есть вода земля и воздух они присутствуют и поскольку это три короля ты не можешь сказать что это король важнее чем какой-то другой нет у них силы одинаковые и ваша задача научиться управлять этими стихиями то есть научиться управлять эмоциями научиться управлять материи финансами своими мыслями вот какой-то вот такой вас волшебный корабль я посмотрю может быть еще что могут сказать мне про ваш корабль который направлен на то чтобы здесь скорее всего знаете вот это вот описание вашего корабля это описание чем-то мне пошло у вашего тела вашего сосуда да вот вашего кокона энергетического и она направлена на реализацию как-то вот своих желаний своей души вот сейчас это как будто бы знаете вот многие спрашивают в чем мое предназначение в чем моя задача вот на данный момент ваша задача в этом и заключается научиться реализовать свои желания с помощью этих стихий не было чтобы перекоса чтобы вы знаете как вот я не знаю надо полить цветок взмахнули волшебной палочкой и вода появилась да то есть умение управлять стихии нужно там удобрение взмахнули волшебной палочкой и появился удобрение то есть это стихия земли как будто бы вы умеете управлять сейчас возможно вы скорее всего не владеете это потому что идет вот перекос в огонь да но то есть вот какие-то желания какие-то идеи просто получать удовольствие радоваться либо вам это необходимо ли вы сейчас этим занимаетесь но вот как будто бы общая миссия если так можно сказать да общая задача научиться реализовывать свои собственные желания вот я не знаю почему так но вот вы захотели вы это должны сделать чтобы вот у вас получалось наверняка если мне это показывает вас есть эти способности и возможно вы не знаете может быть вам нужно это раскрыть вот здесь чувство что вы должны жить в свое удовольствие не но не в контексте того вот наслаждаться тем что я умею да здесь немножко другая задача здесь не про то что вот я радоваюсь радуюсь там каждому моменту это про духовность это не про вас здесь вот действительно такое вот ну все все измеримое и все настоящее то есть вот я захотел поехать например куда-то отдыхать до путешествия и я я могу это реализовать я не знаю каким образом например научиться сделать завязывать связи правильные до создавать коммуникацию с людьми либо быть потоки чувствовать в какой момент где может появиться возможность и вам там оказаться в нужное время в нужный час вот здесь вот как-то вот сбалансировать все эти стихии таким образом чтобы получать то что вы хотите вот это ваша задача наверное на на это воплощение не жить в удовольствие не путайте да одно с другим а просто уметь реализовывать свои какие-то желания скорее всего через это у вас будут открываться какие-то способности хорошо давайте попробуем посмотреть теперь кто вы на этом корабле колесницы небесных знаете что мне напоминает эта колесница вот у пророка языки я есть описание архангела его видение и вот там вот примерно такое же описание когда было небесное огненное существо которое находилась на колеснице значит и у него было четыре лика каждой стороны было по четыре пары крыла либо два пары крыла я не помню в общем один лик был человеческий другой лик был птичий третий бычий и четвертый это было лев то есть чтобы вы понимали да как выглядит архангел и не так как обычно их рисуют с мечом да как архангел михаил и все такое нет это божественные существа они иногда пострашнее демонических выглядят да вот и он в общем описывает как они находились и значит вот эта вот вся клесница как она выглядела потому что значит у этого трона на котором находилась вот это вот существо него был значит ангельский чин ангельский чин выглядел видим колес на оболочке которого было очень и очень много глаз так выглядят ангелы вот и вот этой вот колеса до четыре колеса было ну как у каждого ли когда в ногах ну там еще дай продолжение идет это описание поищите пророка языки ли как у него было вот это вот видение описание божественного существа и я на все было в огне это все было в свете это надо было очень ярко и вот нечто такое да вот я сейчас увидела ну вот вас вот это вот ваша такой корабль корабль кто скажет как это меркаба вот наверное вот такой корабль хорошо кто ухи на этом корабле хейтеры все соберутся и будут говорить вам давно пора в психушку я им поверю что я говорю ну я это вижу я я не знаю но я радуюсь смеюсь хорошо кто вы на этом корабле кто вы на этом корабле значка у нас предпосылки в выбора да это капитан юнга матрос или пассажир так ну давайте разбираться что мы видим а потом поймем как-то дадим имя этому ну во первых вы душа такая ранимая чувствительная доверяющие хотя и которая обожглась и обжигалась много раз и вам все равно не взирая на это хочется верить самое лучшее то есть вы с одной стороны доверчивые продолжаете быть доверчивыми да а с другой стороны все равно немножечко душа молодая вот душа ваша она молодая и здесь такое ощущение что то вы проходите этот этап когда должно быть закаливание до трудностями сложностями но вы еще не прошли до конца почему потому что вы все равно еще доверяется независимо того сколько вам лет на все равно вы еще верите в самое лучшее все равно вы еще можете мечтать вы еще можете как-то фантазировать вы на этом корабле какой-то вот путешественник который не уверен в себе но желает выйти из этого состояния вот и знаете я бы скорее всего вас назвала юнгой да даже не матросом потому что я не вижу что здесь есть вот какой-то опыт скорее всего вы у меня юнга то есть тот который еще обучается тот который еще горят у которого глаза да то есть ну представляете он поедет свое в первое плавание даже 5 неважно но это только начальное плавание него горят глаза у него есть вот это желание выйти в море вот мечты я стану капитаном как это будет выглядеть куда я буду плыть вот вот это все присутствует на однозначно желание выйти и знаете это опять-таки корабль и вот вы юнга да и вам говорят там я не знаю что-то принести что-то поднести убрать и вам это не нравится переживаете по этому поводу потом знаете так это смотрите на небо а там чайка и вот вы с ней как будто бы общаетесь чайка да состояние души вы с ней общаетесь вы как будто бы знаете вот она вам придает какую-то силу и говорю не переживай все будет хорошо вот вы снова наполнили силами да здесь потому что такое ощущение что ну кто-то над вами из матросов из-за команды кто-то может быть над смеиваться да кто-то какие-то курьезы парки вам в колеса всовывать и вы конечно же переживаете вы где-то плачете знаете так это нос утираю так плачет слезы и грязными руками утирай но вот в душе вот это вот в один день я стану тем кем я хочу и вот это вот так греет в душе что сразу как будто бы забывается вот эти вот сложности трудности мне хочется сказать вот прям продолжайте да верить потому что жизнь она сложная вот и сломаться может каждый а вот уметь устоять и не сломаться могут единицы вот вам это дано и это здорово на самом деле его молодцы что но может быть иногда если вы ругаете себя а вы ругаете себя и говорите блин что я поступил как дурак до развели меня либо как дура неужели я не чувствовал не понимал не надо так говорить почему потому что вы не глупые люди просто какие-то вещи надо пройти хотите вы этого или нет и главное в этот момент не сломаться вы идете к новым берегам вы хотите оставить все старое позади свою неуверенность до свои вот эти вот какие-то жертвоприношения до лишения себя но вы лишали себя осознанно то есть вы понимали что вот эти утраты которые у вас были либо вклады которые вы делали в других людей в ситуации вы это делали потому что на тот момент вы хотели поэтому не надо себя ругать что вот все обернулось допустим не так как вы ожидали да здесь может быть сожаление о том что ну вот я столько вкладывался я что-то сделать а взамен со мной так вот не очень хорошо обошлись и не надо об этом переживать почему потому что бывают такие опыты в нашей жизни которые мы не можем обойти они нам нужны мы не понимаем для чего у нас нету знания со временем она придет но без этого опыта просто никуда и помните что я вас описывал да вы находитесь как юнга да в самом начале вот в этой огненной радостной жизненной такой энергии до которая еще не осквернена чем-то таким тяжелым грустным еще не сломали и дай бог что вас никогда не сломали вот чтобы вы продолжали быть таким каким вы есть милый мой юнга так как назовете корабль напишите пожалуйста мне второй позиции я смеюсь потому что то что я увидела если вообще реально ли это обозначить как-то одним именем но уже волшебники вы придумаете самое красивое название вот помним да что расклад сегодня у нас развлекательный надо иногда радоваться не нужно постоянно вот себя копаться переживать хочется всегда что-то такого теплого радостного и веселого и она тоже важно она тоже должно быть в нашей жизни не только вот эти вот всевозможные копания жду название вашего корабля позиция номер три зелененький камешек давайте значит троечки смотреть что я здесь вам увижу у меня уже такое-то предвкушение больше что я еще что мой извращенный мозг либо поток мне покажет да но надеюсь здесь будет что-то такое другое хорошо как называется ваш корабль посмотрим корабль кто вы на нем так давайте сначала мы посмотрим ваш корабль мне страшно вытаскивать ваш корабль правосудие знаете что мне хочется сказать я вас огорчу сразу скажу но мы помнишь что мы не относимся серьезно да вот ваш корабль темница ваш корабль тюрьма я не знаю как корабль может быть тюрьмой но блин у нас все возможно какая-то знаете погребальня башня и я вижу вас заточение в этой башне и это на данный момент ваш корабль на данный момент через какое-то время может вообще состояние такое через какое-то время может быть что-то будет другое но пока сейчас пока какая-то безысходность пока какое-то желание не вынужденное да когда я устала с чем-то бороться я устал скорбить я устал переживать я не могу найти решение я просто отстранился отдохнуть о своих собственных мыслей которые вот это вот постоянная череда препятствий сложностей которые нет конца и края то есть я уже устал устала все время это преодолевать не такое ощущение что нету жизни вообще без каких-либо сложностей и здесь уже силы иссякли и здесь даже не то что вы хотите восстановиться а вы как это знаете вот доползли до лежанки как в тюрьме да но я просто вижу какой-то вот башню и где-то глубоко в подземелье где есть но были вот эти вот комнаты как как тюремные камеры и там есть только лежак да и лежанка комправе называется и окно из которого солнечный свет ходит и все больше ничего нет и вокруг вот этот вот камень этот холод темнота нету света ничего нету но вам как-то даже и безразлично что вот ну ничего нету вот вы просто легли и смотрите здесь не то чтобы вы как-то вот доживаете свои дни а просто вы лежите вы никуда не смотрите и здесь такое ощущение что вот этот вот период да он как будто бы не знаю наверно страшно сказать да что вы как будто бы заслужили но мне здесь ну то есть по справедливости так и должно быть я извиняюсь и сейчас кого-то буду обижаться либо что-то говорить но я просто что вижу я говорю я не всегда понимаю да то что я вижу но я всегда говорю здесь ощущение такое почему по справедливости потому что вы сами себя туда загнали вот почему по справедливости да то есть это здесь нельзя пинать на кого-то до сказать что вот это явилась причиной да там человек либо ситуация а здесь как будто бы по справедливости здесь даже вас это не напрягает да понимаете для вас это как будто бы не наказание а как будто бы наоборот ну вот как бы так сказать знаете вот иногда хочешь отдохнуть у тебя нету возможности вдруг там что-то я не знаю ногу подвернула да вывих какой-то и тебе как будто бы вынуждена положили в кровать но ты очень благодарен потому что если бы не эта ситуация блин мне бы не дали вообще отдохнуть я хоть так но отдохну здесь вот такое ощущение здесь не идет энергия в минус а здесь идет наоборот ощущение какого-то вот удовлетворения до того что даже некое такое безразличие что хорошо хоть так да то есть даже какая-то благодарность идет вот за это состояние потому что если бы не оно как я не знаю как время вы выигрываете таким образом что-то я не могу понять но вот здесь вот так сейчас еще попробую описать что у вас здесь за корабль ну когда дьявол выпадает стройка педакли корабль который которым вы оттачиваете свое мастерство и свои какие-то навыки то есть вот в этот период вы как будто бы вроде бы отдыхаете но он вам дан для того чтобы вы как-то может быть своей голове как архитектор выстраивали план но мне не нравится дьявол в контексте того что в целом сейчас я попробую уловить насколько он здесь позитивный либо он здесь негативный потому что с одной стороны вы вроде бы есть здесь какой-то подвох вроде бы знаете от дьявола от этого идет теплая энергия до в контексте того что вот вы что-то строить и вы что-то делаете да вы правильно вроде бы поступаете но есть здесь какой-то подвох какой-то минус который я не могу уловить потому что страх идиот подвох связанный с финансами с материальным планом да то есть вот то что я говорил да вроде бы сейчас хороший период когда я могу лечь отдохнуть но при этом я понимаю что деньги которые у меня были в стороне либо вообще какие-то может быть долги есть и надо отдавать а вот я лежу я и я не смогу расплатиться я об этом знаю меня это пугает мне даже знаете есть какое-то чувство вины потому что может быть даже если это болезнь здесь до готова чувство вины что вот я полею да я должен допустим помогать там семье либо еще что-то сори я не могу этого сделать здесь какое-то вот это чувство вины по поводу своей несостоятельности и вот это вот может быть касаться всего чего угодно то есть вот нету вот этой знаете здесь двоякое состояние но одно без другого не может быть что я имею ввиду сейчас поясню одна сторона медали говорит что вы находитесь условно говоря в своей какой-то запад не собственной своей какой-то темнице куда вы сами себя туда засунули и это и у вас чувство страха вины неполноценности вот накручивание себя всевозможные переживания по поводу своей несостоятельности но с другой стороны плюс в этой ситуации что если бы вы ее не прожили вы бы не захотели что-то менять своей жизни да вы бы не увидели перспективы как можно вот в этой трудной сложной ситуации что-то сделать чтобы выйти из этой ямы в которой вы сами себя засунули и если спрашивать как здесь называется ваш корабль я бы его назвала ямой я не знаю почему вот это слово у меня всплыло именно сейчас но здесь какая-то вот долговая яма то ли какая-то какая-то кабала в контексте вот груза идет понимаете это вот когда мы берем ипотеку и вначале вроде бы расплачиваемся а потом осталось пять лет доплатить еще что-то что-то случается и ты не можешь выплатить больше и ты понимаешь что нужно потому что иначе ты лишишься того ради чего ты все это делал но с другой стороны ты понимаешь что как-то вот и не получается и вот ты тащишь 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 это на себе и в какой-то момент ты даже думаешь зачем я вообще сюда влез стоило ли оно того вот здесь вот как-то такое но с другой стороны если бы этого не было не было бы чего-то хорошего а здесь что хорошее вот по тройке педакли как раз таки стараетесь удержать то что вы имеете вы как будто вы сами себя уговариваете что то что вот я сделала то куда я влезла то что сейчас со мной происходит что это вот как будто бы нужно было это сделать ради кого-то здесь какая-то вот такая осознанная жертва ради кого-то то есть вот ваш корабль на данный момент называется ямой ради чего ради кого вы знаете и напишите мне в комментариях я посмотрю что у вас там происходит кто вы на этом корабле вариант у нас капитан юнга матрос или пассажир вот вы у меня капитан на этом корабле иначе я не могу назвать я думала может быть все таки матрос либо еще что то нет вы на этом корабле капитан вы тот который увидел знаете увидел какой-то шанс схватился за него но не рассчитал свои силы и вот это вот гнет угнетение которое сейчас есть из-за этого шанса на самом деле а то что я почувствовал что есть здесь какой-то плюс оттачивание мастерства здесь выпадает колесничий то есть благодаря этому в какой-то момент вы совершите прорыв и именно колесничий здесь мне указывает на то что вы капитан на то что вы можете изменить направление своего корабля вы можете что-то сделать чтобы вся ситуация изменилась здесь как будто бы знаете ситуация может измениться либо в вашем внутреннем состоянии в котором вы сейчас находите когда вы найдете внутреннее примирение да когда вы все оцените так как нужно и найдете вот внутреннее успокоение то есть вот эта вот вся ситуация не случайно я сказала про оттачивание мастерства каких-то своих качеств то есть чувство что вы создали осознанно вот это вот трудность вот это вот сложность вот эту вот яму только потому что через это это как этот в огне да кузнецы обжигают железо закаляет и вот у вас здесь что-то такое через это вы пройдете такую хорошую мощную закалку которая вот вас выбросит на новый уровень новый этап и вы сможете найти примирение то есть прорыв вы сможете совершить тогда когда вы найдете внутреннее примирение с самим собой когда придет успокоение когда вы перестанете что-то вы здесь должны остановить а вы перестанете все тащить на себе я просто думаю что здесь так вроде бы позитивные карты да и надо это перестать вы перестанете все это тащить на себе когда вы научитесь отдыхать и ставить себя на первое место вот здесь вот как-то так когда вы научитесь заботиться о себе наполнять себя самостоятельно вы сто процентов здесь капитан этого корабля и от вас будет зависеть как дальше выйдете ну найдете решение задача как раз таки ковка вашей души то есть вот эти стрелы сложности они закаляют ваше сердце как как не прискорбно бы это не звучало и некрасиво потому что трудности это еще надо пережить но вы сможете и здесь вопрос не в силе а здесь вопрос в том что вот этот вот этап он вам нужен вы как будто бы где-то очень глубоко внутри себя сами его просили и вы четко понимаете поэтому у вас и есть принятие этой ситуации вы потому что вы понимаете что вы ее заслужили чтобы выйти из нее и совершить прорыв да нужно что-то в себе принять вот какую-то часть себя что-то нужно принять себя нужно принять потому что выпадает императрица себя но понимаете здесь дело в том что вы себя как-то все время держите в ежовых рукавичках каких-то да нету расслабления а это и есть какое-то сопротивление понимаете а вот вам как будто бы здесь не хватает мягкости что ли какой-то вот спокойности расслабленности то есть здесь какую-то часть связанные как-то с эмоциями женским аспектом да вы как будто бы еще ее не приняли для того чтобы почувствовать себя уверенно понимаете вы уверены потому что у вас есть мужские качества можете добиваться вы можете выстраивать границы вы можете быть жесткими строгими дисциплинированными но мягкость она у вас присутствует понимаете у вас женские качества есть вы ими не пользуетесь и проблема в этом вы их не ими не пользуетесь потому что вы чувствуете ощущаете себя уязвимы и вам кажется что это не для вас и вот вот то что сейчас здесь происходит скорее всего реально вас должны сломать чтобы вы поняли что берете на себя больше чем вы можете унести вы не мужчина если говорим про женщина вы не мужчина и не надо на себе нести то что физически в силу своего телосложения вы не можете унести вы не мужик вы не можете тянуть этот груз и вам это нужно понять то есть здесь чисто духовный урок на этом корабле на вашем троечке мне показали ваш духовный урок и этап который вы проходите что вам нужно понять я озвучила да что-то последнее время грустненько с троечками с двойками повеселились с тройками немножко грустно но вы молодцы здесь духовный урок вы сильные люди духом и я не могу даже сказать душой понимаете здесь вообще вот душа это чисто такое женское состояние и это не про вас вот здесь вы сильный духом понимаете если вы мужчина то окей это хорошо это классно а если вы женщина ну вы опираетесь на дух скорее всего вы не понимаете свой аспект души у нее тоже есть сила и она не меньше чем у духа но вы не умеете ей пользоваться вот в чем причина вы как будто бы еще ее не знаете поэтому оттачивание мастерства которое я увидела оно было непосредственно связано с душой оттачивание качеств души да вот этих женских качеств с духом вы как будто бы знакомы прекрасны с первых рук а вот с душой вам она как будто бы немножко чужда и будет процесс узнавания то есть все что это делает да чтобы вот вас сломать чтобы вы поняли что у вас еще знаете как этот яйцо скорлупу поломал а там в этот птенец вышел о это оказывается душа а я все думала что это яйцо яйцо камень камень оказывается там что-то живое есть и вот это вот живое это и есть ваша душа и вот вы изнутри должны вот эту вот скорлупу сломать чтобы выйти поэтому вот вас сейчас и ломает и вы это понимаете ну может быть не осознаете но где-то догадываетесь где-то подозреваете где-то понимаете какие уроки у вас проходят вот вот такая вот у нас была и третья позиция я благодарю вас за то что вы смотрите мои расклады благодарю дарью за идею если у вас тоже есть такие интересные забавные неординарные как я люблю идеи пишите в комментариях я читаю вот если мне понравится я обязательно сделаю а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока